Опять стрельба бинты гигали, опять попал под Кандагар, уж лучше к черту в пекло, но так надо. Опять в ущелье караван, опять в ушах, как барабан, грохочет где-то справа канонада. Сегодня в музее ВДВ открылась выставка, на фотографиях которой застыли мирные боевые будни солдат. В январе 1980 года они вошли в Афганистан. Историки и аналитики называют эту войну самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернувшимся после Великой Отечественной войны. Около 30 полотен отпечатков памяти о людях и их быте, о судьбах погибших и вернувшихся, о времени, когда никто не чувствовал себя в безопасности, но продолжал жить и дышать полной грудью. Алексея Филатова война преследовала с детства. Я ее видел, чувствовал, потому что у нас вся земля была изрыта. Я пацаном рос, у нас оружие валялось, он идешь, ногой пнежный, пули, патроны, автомат был немецкий, МП-42, настоящий, только патрон не было к нему, а так все было. Ему было всего 18, когда его, солдата-срочника, распределили в Афганистан. Он стал одним из первых, кто принял участие в боевых действиях. Дело в том, что, к тому мы первые прилетели, у нас не было никакого опыта, ни ведения боевых действий, тем более опыта стрельбы по людям. Жили в палатках, автомат под головой, спишь, автомат. Спали очень мало, конечно, честно скажу, у меня был дефицит этого недосыпания, потому что спали по 4 часа в сутки, так доходило до этого. Отработка тактических приемов и изматывающая физическая подготовка – это то немногое, что давало возможность выжить. Но морально подготовиться к войне невозможно. Алий Алиев прошел подготовку в Рязанском военно-воздушном училище. Имел опыт командования полковой разведывательной ротой, но приказ подготовить подчиненных к настоящим боям застал его врасплох. 23 декабря 1979 года он вместе с батальоном вылетел в город Кабул. В ночь с 25 на 25 декабря мы получили команду захватить штаб БВС ПВО Афганистана. Соотношение сил и средств было для нас очень невыгодно, поскольку у меня было 182 человека для выполнения этой задачи, а у противника у нас на охране и обороне, а также ближайшие резервы, более двух тысяч. Он – командир. От его слова и решения зависят жизни людей, и принимать их бывает мучительно больно. Этот захват прошел удачно. Выжили все, кроме одного – механика-водителя боевой машины рядового Поварузнюка. Он был родом из Рязани. Каждый год 2 августа и 15 февраля Алий приходит на его могилу. Минимальные потери, которые до сих пор больно жгут его сердце. Нужно быть просто человеком. Тогда все пойдет нормально. Требовательность со мной собой. Подчиненных нельзя жалеть. Их надо беречь. Если подчиненных нет, значит и командовать некому. Его батальон приходил из боевых на 2-3 дня. Помыться, загрузить боеприпасы, обслужить технику. Полтора года под постоянным прицелом. Афганистан долгое время был для нас скрытой страницей жизни. Но сейчас о ней можно и нужно говорить. Читать книги, смотреть фильмы и фотографии, общаться с участниками тех событий, чтобы понимать, кто и зачем рисковал своей жизнью.